Добрый вечер, уважаемые зрители на канале ТВ21+. Программа «Вовремя. Лайт» в студии Юрий Рафиев. Сегодня мы будем вспоминать замечательного человека, нашу землячку, много лет руководившую Мурманской областной детской юношеской библиотекой Валентину Павловну Махаеву. И будем мы это делать с гостями моей студии, председателем комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергея Борисовича Мершовна. Сергей Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. И директор Мурманской областной детской юношеской библиотеки Наталья Владимировна Феклистова. Наталья Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот когда мы говорим о Валентине Павловне Махаеве, какие ассоциации у вас возникают? Сергей Борисович. Вы знаете, ну, наверное, три. Это безграничная доброта, мудрость и рассудительность. Видите, у меня с Валентиной Павловной просто особые и человеческие служебные отношения. Я с ней познакомился вообще на второй день своей работы в качестве еще председателя комитета по делам молодежи 19 лет тому назад. Вот я вообще еще ничего не понимал и не представлял, а вот уже познакомился с этой мудрой, замечательной женщиной. И поэтому, когда стал председателем комитета, был назначен председателем комитета по культуре, ну, Валентина Павловна была моим и наставником, и учителем, и советчиком, ну, и просто вот человеком, с которым можно было поговорить по душам, выпить чашку чая, прийти в себя, пройти некую такую психологическую разгрузку. Ну, это просто, это даже не описать, это я, в общем-то, так с юмором говорю. На самом деле это вот какое-то потрясающее качество человека, душевность. Наталья Владимировна, вы и работали с Валентиной Павловной, вы, я вот знаю, что называете ее своей ученицей, наставницей, вот для вас, Валентина Павловна. Да, я 27 лет работаю в библиотеке, и пришла на работу, мне принимала Валентина Павловна. Вы знаете, когда Валентина Павловна ушла, сказали на прощание, что она любовь. И на самом деле для меня это любовь, любовь ко всему, любовь к жизни, любовь к людям, любовь к своей работе, любовь к открытиям, ко всему новому. Это действительно любовь. Давайте мы нашим зрителям сейчас напомним строчки из биографии Валентины Павловны. Более 60 лет Валентина Павловна Махаева отдала работе в Мурманской областной детской и юношеской библиотеке. По окончанию библиотечного техникума приехала в Мурманск. По распределению была принята на работу библиотекарем в городскую библиотеку номер 2. Закончила заочно Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской, а дальше начался ее служебный рост. Заведующая читальным залом, заведующая библиотекой. Следующий этап – заместитель директора областной детской библиотеки, а с 1977 года ее директор. С 1998 года по мае 2018 Валентина Павловна являлась директором Мурманской областной детской и юношеской библиотеки. За 60 рабочих лет Валентине Павловне удалось собрать и сплотить инициативный коллектив единомышленников, позволивший создать принципиально новую, отвечающую современным требованиям, библиотеку для детей, юношества и молодежи. Профессионал высочайшего класса. Она была отмечена высокими правительственными наградами. Орден «Знак почета», медаль «Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени», заслуженный работник культуры РСФСР, знак Министерства культуры СССР за отличную работу и многими-многими другими. Ну, это всего лишь маленькие строчки из биографии, большой биографии Валентины Павловны. Но вот скажите мне, пожалуйста, как сегодня традиция, заложенная Валентиной Павловной, продолжается в библиотеке, Наталья Валерьевна? Ну, она была для основной массы коллектива примером и образцом, и все на нее равнялись. И в свое время Валентина Павловна сказала такие слова, «Не позволяйте себе работать плохо, вы этого не достойны». И, в общем-то, наше учреждение свято следует этому напутствию. И мы стараемся во всем подтвердить статус нашего учреждения, который был создан трудом Валентины Павловны. Потому что на сегодняшний момент наша библиотека является одной из ведущих библиотек Российской Федерации. И это очень приятно. И будет сохраняться и поддерживаться нашим коллективом, безусловно. Я знаю, что, Сергей Борисович, когда речь идет о достижениях культур в нашем регионе, то, конечно, безусловно, говорят о нашей любимой Мурманской областной детской и юношеской библиотеке. Вот вы, когда вы общались с Валентиной Павловной, и сейчас, конечно, после ее ухода, бываете в библиотеке, вы чувствуете, что этот дух, который был заложен Валентиной Павловной, он остался, сохранился? Безусловно, этим духом проникнуто все пространство библиотеки. И это неудивительно, потому что Валентина Павловна создавала эту библиотеку. Она создала и воспитала, и вот, наверное, главная ее заслуга, уникальный работоспособный коллектив, которому пополечу любые задачи в библиотечной сфере деятельности. И не даром, но только на моей памяти, министр культуры Соколов в 2005 году, министр культуры Российской Федерации в ДИИ в 2008 году, статс-секретарь замминистра культуры Ивлеев в 2014. Они, собственно, мы показывали министрам культуры и заместителям министра культуры прежде всего областную детскую и юношескую библиотеку. Они общались с Валентиной Павловной и уходили, вот, воодушевленные, окреленные, и говорили, как нам повезло Мурманской области, что у нас такой замечательный директор вот такой областной библиотеки. И вот, повторюсь, главная заслуга, что вот она создала коллектив, и ведь многое из того, что инициировала Валентина Павловна, это теперь достижение не только и не столько уже библиотечного сообщества Кольского заполярья, культуры нашей области, это уже достояние культуры Российской Федерации. Вы знаете, вот, когда был юбилей библиотеки, я помню, что я впервые услышал, когда вот вы стали называть себя махаевцы. Вот как вообще появилось это? Вы знаете, эта идея появилась, ну, практически сразу же после ухода Валентины Павловны, и изначально это предложили наши коллеги из библиотечного сообщества российского, потому что очень многие знали и ценили, и гордились тем, что знают Валентину Павловну. И когда в Фейсбуке я этой печальной информацией поделилась, ну, практически со всех городов России писали слова соболезнования, говорили, там какой-то был высокий профессионал, и вот тогда говорили, что нужно открывать школу для библиотекарей имени Валентины Павловны Махаевой, и, безусловно, присваивать учреждение ее имя, потому что это ее детище, ее создание. А вот коллектив библиотеки эту инициативу поддержал, потому что, ну, все понимали, что если бы не Валентина Павловна, то наша библиотека такой не была. Ну, и Комитет по культуре и искусству нашу инициативу тоже поддержал, подхватил и продвинул. Ну, насколько, да, Сергей Валерьевич, пожалуйста. Я хочу добавить, что инициативу подхватили еще и Министерство образования и науки Мурманской области, и Министерство экологии, и писательские организации, и то, о чем Наталья Владимировна сказала, наши национальные библиотеки и общественные организации Кольского заполярья. Поэтому круг людей, которые считают, что совершенно заслуженно библиотека должна носить имя Валентины Павловны Махаевой, он очень велик. И это неудивительно, потому что это дань и памяти, и уважения, и главный, наверное, заслуг ее, ну вот, просто безграничных перед Мурманской областью вообще, перед детьми. Вот то, что, ну, сейчас на слуху, продвижение чтения, продвижение книги. Это вот, с одной стороны, какие-то такие служебные узкоспециальные термины библиотечного сообщества, с другой стороны, это образ жизни и Валентины Павловны, и ее коллектива, и нынешней, кстати, государственной культурной политики. А вот скажите мне, пожалуйста, ну, мы понимаем, что в жизни вы себя и так называете махаевцами, да, но есть определенный статус, да, то есть когда действительно должно быть опубликовано, объявлено, что вот библиотеки присвоено. Когда это вот произойдет событие? Вы знаете, это произойдет в ближайшем будущем, да, потому что вы совершенно правильно, Юрий Качев, сказали, определенная процедура, да, вот от инициативы, ну, что называется, конкретного человека либо организации до постановления правительства Мурманской области о присвоении звания, имени, да, учреждению. Поэтому, ну, собственно, все процедурные вопросы урегулированные, пройденные, повторюсь, вот в ближайшем будущем. И у нас буквально остается несколько минут. Скажите, пожалуйста, вот есть, может быть, то, о чем мечтала Валентина Павловна, но вот не удалось ей реализовать, и над чем вы сейчас работаете? Ну, Валентина Павловна была человеком крайне передовым, и очень многие и у нас в библиотеках, и в России удивлялись, как человеку в голову приходит столько идей, настолько опережающих пространство, пространство и время практически, да. Ну, вот у нас часть идей, которые Валентина Павловна хотела реализовать уже практически в стадии завершения, потому что она очень хотела, чтобы в библиотеке было такое пространство, где можно не только читать и отдыхать, но еще и творить. И вот у нас в ближайшем будущем открывается студия рисования 3D-ручками. Она очень хотела, чтобы у нас в библиотеке появились всякие интерактивные технические приспособления, там интерактивный стол, интерактивный пол, их сейчас тоже великое множество, я думаю, что это тоже получится. Ну, и мы будем продолжать ее идею, ее детище, скажем так, вот создание аллеи писателей около нашей библиотеки, тоже у нас уже есть определенные идеи, вот, и будем думать над оформлением территории, потому что она мечтала, чтобы на территории детской библиотеки была детская площадка, чтобы могли поиграть и погулять с детьми, если погода позволяет, и чтобы территория библиотеки была яркой и привлекающей внимания. Спасибо вам большое. Вы знаете, у нас получился действительно такой душевный разговор, потому что мы вспоминали душевного человека Валентину Павловну Махаеву, и как здорово, что вы продолжаете те традиции, которые были заложены ей. Вам удачи, благополучия, всего самого наилучшего. Спасибо. Ну что же, дорогие друзья, это была программа «Вовремя. Лайт». Оставайтесь на Настоящем Северном. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин